Всем привет! С вами отдел клиентского сервиса компании Хогарт. Сегодня мы находимся в городе Ходьково Сергиево-Посадского района Московской области. Сюда в 2016 году полностью была перевезена из Германии, настроена, смонтирована и запущена в работу линия по производству внутрипольных конвекторов компании Маленхоф. Нашу экскурсию по производственной линии мы начнем с изготовления теплообменника. Производство теплообменника начинается с нарезки медных труб, после чего к ним припаиваются накидные гайки. Далее алюминиевые ламели надеваются на медную трубу. Поставляются данные элементы до сих пор из Германии. После того, как ламели собраны в единый блок, начинается пайка так называемых калачей. У Маленхоф этот элемент сборный, что никак не отражается на его качестве. Во время нагрева происходит спаивание деталей припоем, нанесенным внутрь собираемых элементов. Также, дополнительно, снаружи проводится пропаивание стыков контактирующих деталей. После пайки на том же стенде проводится опрессовка под давлением 150 атмосфер. Этот процесс позволяет проверить качество и герметичность произведенного теплообменника. После этого теплообменник отправляется в автоматическую покрасочную камеру, где роботизированная рука наносит порошковую краску. Далее покрытие запекается в специальной печи. После окраски теплообменник отправляется на стеллаж. Переходим к сборке корпуса. Корпус конвектора собирается из алюминиевых листов. Боковины и основания укладываются на сборочную линию. Далее роботизированный станок делает отверстия в корпусных элементах и сразу же фиксирует их друг к другу саморезами. После сборки производится подрезка под заданный размер. Так называемая торцовка корпуса. Корпус собран. Переходим к наполнению. Сначала устанавливается вентилятор. Двигатель вентилятора имеет специальные виброгасящие накладки, которые в сочетании с уникальной конструкцией подшипникового узла обеспечивают тихую работу прибора. Обратите внимание, вентилятор установлен под небольшим углом к теплообменнику и имеет специальные алюминиевые направляющие. Далее устанавливается теплообменник. Для этого используются специальные пластиковые системные перегородки. Еще одной особенностью приборов Маленхоф является контроль качества готовой продукции на заводе. Каждый прибор, вышедший с конвейера, фотографируется и заносится в базу перед отправкой клиенту. А теперь давайте посмотрим, как собираются знаменитые решетки Маленхофт. Производство решетки начинается с нарезки профиля. Прутки из анодированного алюминия нарезаются на специальном станке под ширину конвектора. После нарезки пруток поступает в специальный станок по сборке рулонной решетки. Здесь, в бункере, в условиях постоянно поддерживаемой температуры и влажности, хранятся прорезиненные основания, на которые осуществляется установка прутков и последующая сборка решетки. Обратите внимание, что основания соединяются между собой при помощи прутка. Сборка решетки осуществляется в полностью автоматизированном режиме. После сборки решетка скручивается в рулон и упаковывается для отправки клиенту. Обратите внимание, если на объекте вам нужно подрезать решетку, это делается так. Также стоит отметить, что прутки решетки легко меняются. Это делает процесс ее ремонта чрезвычайно простым. Номенклатура решеток Маленхоф не ограничивается только рулонными решетками. Линейное исполнение также возможно. Что ж, сегодня мы познакомились с производством внутрипольных конвекторов компании Маленхоф. Надеемся, наше видео вам понравилось. Пишите в комментариях, какие еще темы вам интересны. А мы не прощаемся. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока!